Всем привет! Смотрите как восстановить данные с виртуальной машины Hyper-V Server. Как создать виртуальную машину, добавить жесткий диск, настроить сетевой адаптер и что делать, если виртуальная машина больше не грузится. Hyper-V — это гипервизор виртуализации корпоративного класса от Microsoft. Microsoft Hyper-V Server позволяет создавать виртуальные машины так называемые гостевые системы. Гипервизор является посредником между хостовой и гостевой машиной. Хост машина — это само физическое устройство сервер. Гостевая машина — это виртуальная среда, созданная гипервизором. Восстановление данных гипервиз поврежденного сервера или нас может быть сложной и трудоемкой процедурой. По сути, в каждом сценарии восстановления виртуальной среды происходит два случая восстановления данных. Во-первых, это восстановление файлов с физического носителя. Во-вторых, восстановление файлов с виртуального носителя. Для начала давайте рассмотрим процесс создания виртуальной машины на Microsoft Hyper-V Server 2019. Детально о том, как установить и настройки Hyper-V Server, а также как подключить клиентскую машину к хосту, смотрите в другом видео, ссылку я оставлю в описании. Перед тем, как подключиться к серверу и создать виртуальную машину, на клиентской машине нужно активировать компонент Hyper-V. Для этого открываем панель управления, удаление программы, включение или отключение компонента Windows. Ищем в списке Hyper-V и устанавливаем отметку, а затем ОК. После установки ролей система потребует перезагрузку. Для организации сетевого соединения для будущей виртуальной машины рекомендуется перед созданием настроить виртуальный сетевой адаптер. Запускаем диспетчер Hyper-V. Найти его можно, кликнув по клавише «Пуск» и выполнив поиск. Или найти в папке «Средства администрирования Windows». В верхней части окна программы жмем «Действие» «Диспетчер виртуальных коммутаторов». В окне диспетчера есть три вида настройки сети. Внешняя, если требуется предоставить доступ виртуальной машине к сети, к которой подключен текущий компьютер. Внутренняя – сеть между виртуальными машинами и текущим компьютером. И частная – сеть между виртуальными машинами. Выбрав подходящую, жмем создать виртуальный коммутатор. Далее указываем имя. Выбираем сетевой адаптер. Применить. Окей. Теперь можно приступать к созданию виртуальной машины. Чтобы создать виртуальную машину, откройте «Диспетчер Hyper-V». В верхней части окна диспетчера нажмите «Действие» «Создать». Виртуальная машина. В результате откроется мастер создания виртуальной машины. На первой странице жмем «Далее». Затем нужно присвоить имя новой виртуальной машине. Если нужно изменить путь хранения виртуальной машины, установите соответствующую отметку и укажите его. Далее. Затем нужно выбрать поколение виртуальной машины. Детально ознакомьтесь с описанием и выберите подходящее. Далее. После нужно задать объем выделенной виртуальной памяти. Устанавливаем 2 ГБ. Устанавливаем отметку напротив «Использовать динамическую память». Память распределяется между узлом Hyper-V и виртуальной машиной, работающей на этом узле. Число виртуальных машин, которые могут работать на одном узле, зависит в частности от объема доступной памяти. При включении данной опции динамическая память высвобождает неиспользуемую память работающей виртуальной машиной. Это позволяет большому количеству виртуальных машин работать на узле. Если вы не планируете запускать несколько виртуальных машин на данном сервере, опцию можно оставить неактивной. В мастере настройки сети выберите для данной виртуальной машины виртуальный коммутатор, который был ранее создан. На следующем шаге можно подключить виртуальный жесткий диск. Указываем имя. Если нужно меняем его расположение. Задаем размер. А затем далее. В мастере параметров установки выберите элемент установить операционную систему из файла загрузочного образа, а затем путь к кислофайлу нужной операционной системы. Затем нажмите далее и готово для завершения создания виртуальной машины. Если у вас возникли трудности с тем как перенести ISO образ на хост машину, можно воспользоваться флешкой и блокнотом. Для этого копируем образ на USB накопитель, подключаем ее к серверу. В командной строке запускаем блокнот. В этом поле выбираем все файлы. Переходим на подключенный накопитель и копируем на сервер ISO файл. Теперь при выборе образа указываем путь к папке на сервере. Далее чтобы завершить создание виртуальной машины необходимо ее запустить и выполнить установку операционной системы. Для запуска в диспетчере кликните дважды по виртуальной машине и нажмите зеленую кнопку пуск. Виртуальная машина загрузится и начнется процесс установки операционной системы. Он аналогичен процедуре на физическом компьютере. Если вам нужно перенести файлы из хоста на гостевую виртуальную машину, воспользуйтесь командной строкой. Для переноса файлов на гостевую виртуальную машину можно использовать команду со следующим синтаксисом. Нужно указать имя виртуальной машины. Путь к файлу, который лежит на сервере. Затем указать путь назначения. Каталог на гостевой виртуальной машине. Нарушение работы сервера это безусловно катастрофа, но при правильном подходе данные Hyper-V можно вернуть. Чаще всего виртуальные машины располагаются на RAID массиве и несмотря на то, что RAID считается надежным все же случаи их повреждения не исключены. Чтобы собрать разрушенный RAID вышедшего из строя сервера и восстановить файлы виртуальной машины, воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. Достаньте диски из сервера и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Скачайте, установите и запустите программу. Утилита в автоматическом режиме соберет из диска в RAID массив. Вам нужно лишь запустить анализ диска и вернуть нужные файлы. Кликните по диску правой клавишей мыши и выберите тип анализа. Быстрое сканирование мгновенно просканирует диск и отобразит файлы. Если программе не удалось найти утерянные файлы с помощью быстрого сканирования, запустите полный анализ. Укажите файловую систему и запустите процесс поиска. После переходим по пути, где хранились файлы виртуальных дисков. По умолчанию диски виртуальных машин лежат по такому пути. Файлы с именем виртуальной машины и расширением VHDX и IVHDX. Первый это виртуальный жесткий диск и второй файл моментального снимка виртуальной машины. Отмечаем файлы, которые нужно вернуть. Определить его можно по имени. Оно соответствует имени виртуальной машины. А затем жмем восстановить. Указываем путь куда их сохранить. Еще раз восстановить. По завершению они будут лежать в указанной папке. Далее остается подгрузить файлы виртуального диска в новую виртуальную машину Hyper-V и запустить ее. После чего вся информация, которая лежала на виртуальной машине будет доступна. В том случае, если при загрузке виртуальной машины вы видите ошибку, файлы были повреждены или вы случайно удалили информацию внутри виртуальной машины не беда. Программа Hetman Partition Recovery вам поможет вернуть утерянные данные. Виртуальная машина и ее содержимое занимают некоторое место и при удалении файла его содержимое обозначается как чистое, то есть пригодное для дальнейшего использования. Другими словами, файл еще существует, но рано или поздно будет перезаписан другой информацией. Поэтому крайне важно не терять времени и быстро начать процесс восстановления данных, пока это возможно. Наша программа поддерживает восстановление данных с динамических и фиксированных виртуальных жестких дисков, с точек восстановления и моментальных снимков системы. Hetman Partition Recovery позволяет восстанавливать как файлы виртуальных машин VHD и VHDX, так и удаленной информацией из VHDX дисков. Также возможно и восстановление файлов данных с отформатированных виртуальных дисков, вне зависимости от того, и является диск динамическим или фиксированным. После того, как вы восстановили или скопировали на ПК VHDX файлы, нужно загрузить их в программу. Для этого в окне утилиты открываем вкладку сервис и выбираем монтировать диск. Здесь есть два способа монтирования диска, RAM образ если нужно смонтировать обычные диски и виртуальные машины. После выбора второго пункта выведите список файлов и программ, которые поддерживает наша программа. Отметьте соответствующий тип образа, укажите путь к папке с файлами виртуальных дисков и нажмите выбор папки. Программа подгрузит все файлы виртуальных машин, находящиеся в данном каталоге. Как видите, помимо основных дисков, здесь еще есть файлы контрольных точек, копии состояния виртуальной машины на конкретный период времени. Файлы виртуального диска, который используется машиной на текущий момент помечен как активный. Остальные это файлы снимков и контрольных точек. По дате можно определить тот, который вам нужен. Оставляем отметку напротив нужного диска и жмем Далее. После он сразу же появится в менеджере дисков. Жмем по нему правой кнопкой мыши Открыть. Выбираем тип анализа Быстрое сканирование. Если в результате программа не нашла нужных файлов, выполните полный анализ. Правой кнопкой по диску Проанализировать заново. Полный анализ и укажите файловую систему диска. Далее переходим в папку где лежали файлы и ищем те, которые нужно вернуть. Продолжение следует... Отмечаем и жмем Восстановить. Указываем диск. Папку. Восстановить. Наша программа позволяет собрать RAID, просканировать диски и просмотреть содержимое файлов перед покупкой. Чтобы восстановить файлы нужно купить полную версию. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию. Пожертвуйте средства в фонд. Повернись живым. Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео. И перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление. И поможет противостоять преступной российской агрессии. Субтитры создавал DimaTorzok